Привет всем! Я нахожусь в Нидерландах, в садовом центре. Меня зовут Елена. Посмотрите, привезли сегодня орхидеи, которые меня совершенно не радуют. Я обратила внимание, что у них вот такие вот подсохшие края. Но если долго стоять, наблюдать, то можно увидеть причину. А причина, конечно, в насекомых. Как вы можете видеть, это трипс, который кушает растения. В общем, сегодня я покупать не буду. Цветочки нежные у этого сорта. Но в общем, я сразу заметила, что растения какие-то не очень ухоженные. У многих подсохшие края. Я так думала, что вся партия заражена трипсом. Вот обратите внимание, какая-то белая паутина, которая может свидетельствовать о том, что растение поражено клещом или, возможно, есть мучнистый червец. Конечно же, все вредители, они ведут скрытный образ жизни. Они прячутся, и причем можно долго стоять и не заметить. Но потом, впоследствии, два варианта. Или обрабатывать ваши растения, или они просто-напросто погибнут от вредителей. Самых разнообразных. Вот еще один вариант. Точки на верхних листьях. И под верхним листом, как вы можете видеть, вот такое вот пятнышко, которое тоже может свидетельствовать о том, что есть поражение каким-то вредителям. Ну, думаю, скорее всего, это трипс. Через пораженные части листа в растение проникает инфекция. Вот чем опасны вредители. Или грибки, или бактерии. А также само растение, несомненно, становится ослабленным. Сегодня цена 3 евро. У сорта Нема всегда прекрасная корневая. Вот такая корневая по всему периметру горшка. Но обращаю ваше внимание, посмотрите, на цветочки как будто бы бороздки. Естественно, что это воздействие вредителя. И вот с изнанки, я думала, что ничего не увижу, но вот посмотрите, питается вредитель в самом лучшем месте. В это место поступают все соки для обеспечения цветения. А это прекрасная орхидея. На первый взгляд не имеет никаких признаков поражения насекомым. Но напрягает то, что есть один упавший бутон. Вполне возможно, просто уже растение не может вытянуть новые цветы. Все-таки я нашла повреждения. Очень любят вредители верхние молодые листики, потому что они наиболее сочные. И, видимо, вкусные для них. Да, они очень ухоженные растения в этой партии. Посмотрите, как оно посажено. Неряшливо торфяной стаканчик выглядывает. Акрас у этого беклипа интересный. Но посмотрите, цветочки даже как будто бы деформированные. Они немного отличаются по форме. И вот изъеденный край. Здесь тоже есть насекомое. Но сам этот сорт очень хороший. У него жирные корни. Что может свидетельствовать о том, что у этого сорта отменное здоровье. И бутончики тоже со следами укусов. И с небольшими отверстиями. А это прекрасное растение имеет тоже поврежденные края. Я обращаю ваше внимание, что корневая заполнила только половину горшка. А это значит, что если обрабатывать такое растение, то есть немалая вероятность, что оно может погибнуть. С учетом, что и листьев немного. Впервые я столкнулась с тем, что после применения одного инсектицида часть моих растений погибла. Несколько штук. Конечно, вроде бы это немного, но это очень напрягает. Потому что уже много лет я работала с этим инсектицидом. Не забудьте посмотреть мое видео в YouTube Short. Ссылка будет в описании. Конечно, хотелось бы всегда вас радовать новыми, прекрасными растениями, красивыми сортами. Но, к сожалению, иногда приходится сталкиваться с реальностью, как в этот раз. Если вам понравилось мое видео, можете поставить лайк. Не забывайте подписываться на канал. Готовлю новые ролики для вас. С уважением, Елена. Пока.